Педагог – это человек, профессионально занимающийся преподавательской и воспитательской работой. Это одна из важнейших профессий в наше время. У каждого человека есть или будет ребёнок, и мы должны с уверенностью отдавать его в надёжные руки. В декабре учителя и воспитатели показали поистине свои профессиональные качества. Каждый педагог, принявший участие в конкурсе, достоин самой высокой оценки. Конкурс завершился очень удачно. Я думаю, что каждый, кто принял в нём участие, уже победитель. С одной стороны, это работа по обобщению всего того опыта, который накоплен каждым из конкурсантов, и которым они в течение этого конкурса смогли щедро поделиться со своими коллегами и со всеми нами зрителями. На сцену вышел коллектив, от нас согласны отвести. Мы каждый день готовы в сад идти. Здесь встретят меня, милые, коллеги все красивые и дружные в отаде лебедни. И дружная в отаде лебедни. Этот конкурс уже давно завоевал популярность в нашей стране. Новаторство, творчество, умение найти контакт с детьми – всё это показывают педагоги. Всего в конкурсе участвовало 17 человек. Они соревновались в четырёх этапах – написание эссе, занятия с детьми, мастер-класс и визитная карточка. На протяжении всего конкурса жюри наблюдали и оценивали профессионализм конкурсантов, куда входили заместители, начальник образования, методисты, старшие воспитатели и председатели правкома. Именно от них зависело звание лучшего воспитателя и учителя города. На галоконцерт педагогов пришли поддержать их близкие и коллеги по работе. Интрига сохранялась до конца мероприятия. И вот он – долгожданный момент. Под аплодисменты на сцену поочередно пригласили конкурсантов. Всем призёрам и победителям вручили грамоты, памятные призы, абонемент от спонсоров и денежные вознаграждения. Диплом в первой степени награждается Жилина Абсана Александровна. Победитель муниципального конкурса «Педагогический звездопад-2016». После церемонии награждения мы пообщались с участниками конкурса. Для многих результат был неожиданным. Пока в шоке. Честное слово. Вот так неожиданно. Но готовились, старались, конечно, все силы приложить для этого. Не знаю, для меня на самом деле вот это такая неожиданность большая. Было трудно, но интересно. Хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо организаторам этого конкурса, жюри за высокую оценку моей профессиональной деятельности. Кому не удалось победить конкурси, не отчаиваются. И через несколько лет вновь будут пробовать свои силы. Всё в этой жизни, всё впереди. И я думаю, у меня ещё будет такая возможность. Будем верить, надеяться. На ваш взгляд, чего может не хватило для победы? Немного уверенности, наверное. Поэтому будем верить в себя. Город выбрал трёх лучших педагогов. Теперь им предстоит представлять наш город на республиканском уровне. По словам директора казённого учреждения управления образованием Марины Геннадьевны, победители конкурса могут рассчитывать на помощь. Безусловно, подготовиться к этому конкурсу в одиночку абсолютно невозможно. Это огромный труд всего коллектива. Я думаю, что методическая служба управления образованием окажет всю необходимую помощь при подготовке участников к республиканскому этапу. Коллектив телекомпании желает победителям успешного выступления на республиканском уровне. Продолжение следует...